Ас-салам алейкум ардахты агайон. Одним из самых героических страниц мировой истории является гражданская война в Испании. Хотя война проходила между сторонниками республики и поднявшими вооруженный мятеж сторонниками монархии, на самом деле все было по-другому. Республиканцев поддерживал Советский Союз, а мятежников фашистская Германия и фашистская Италия. И все эти страны старались именно в Испании проверить свои новые виды вооружения и воспитать боевых офицеров. Поэтому в Испании практически сражались советские войска и фашистские военные. За время всей войны Испания получила от Советского Союза около 400 танков, 1500 орудий, 15000 пулеметов. В Испании сражались около 3000 советских военных, которых называли добровольцами. Впоследствии именно они сыграют решающую роль, когда фашистская Германия нападет уже на Советский Союз. Особую роль в Испании, конечно же, сыграли советские летчики. Вчерашним выпускникам летных училищ, которые не имели никакого боевого опыта, пришлось сразиться в небе Испании с фашистскими асами из знаменитого легиона Кондор. В этом легионе состояли самые лучшие немецкие военные летчики, как Хуга Шперли, Вернер Мельдерс, Адольф Галланд. Всего в Испанию было отправлено 763 самых лучших советских летчика, многие из которых позже стали генералами и прославленными героями Советского Союза. И мало кто знает, что в числе этих лучших советских летчиков был казах, которого звали Жахапек Малдебаев, и он в небе Испании сбил немало фашистских асов. К сожалению, в Казахстане практически никто не знает об этом нашем прославленном летчике, хотя таким батырам надо гордиться и восхищаться. Поэтому я призываю вас максимально распространять данное видео, так как про Жахапека Малдебаева должны знать казахи и весь Казахстан. Итак, кто он Жахапек Малдебаев и как впоследствии сложилась его судьба? В самом начале я сразу же хочу отметить, что огромную роль в возрождении имени нашего батыра Жахапека сыграл казахский писатель Айтмухамбек Касымов. И вначале я хочу выразить огромное спасибо Айтмухамбет Ага за то, что он восстановил светлое имя нашего батыра. Жахапек Малдебаев родился в 1908 году в небольшом ауле Шингельде, который располагался недалеко от озера Зайсан в восточном Казахстане. Отец Жахапека Малдебаев был обеспеченным человеком и старался дать хорошее образование всем своим детям, пятерым сыновьям и единственной дочери. Жахапек, который был вторым по счету ребенком в семье, свои первые знания получил у аульного Муллы. После окончания аульного медресе Жахапек уходит в Маркокольский район, где устраивается на золото добывающую шахту рабочим. На шахте смелый, отважный, решительный Жахапек быстро заслуживает большой авторитет и в 1928 году избирается председателем комитета батраков. На этой должности Жахапек начинает активно защищать интересы простых рабочих, добиваясь не только повышения заработной платы, но и добившись улучшения условий труда. И кто знает, возможно, со временем Жахапек Малдебаев стал бы известным профсоюзным работником, но судьба решила иначе. В 1929 году Жахапека призывают в Красную армию и направляют служить в 82-ю особую кавалерийскую бригаду, которая располагалась в туркменском городе Мерв. В армии Жахапек также быстро попадается на глаза командования и в том же 1929 году его сначала отправляют на учебу в полковую школу, а в марте 1932 года он зачисляется сразу же на третий курс Среднеазиатской военной школы кавалеристов имени Ленина. В 1933 году, успешно закончив военную школу, Жахапек назначается командиром взвода. Но вскоре судьба молодого красного командира-казаха снова делает крутой поворот. В 1930 году по всему Советскому Союзу начинают появляться летные школы, и в эти школы начинают набирать только самых способных юношей и девушек. Попал под влияние летной школы и Жахапек. В начале 1933 года он поступает в Харьковскую военную школу летчиков и одновременно проходит курсы авиафотослужбы. После окончания летной школы в 1934 году Жахапек назначается старшим летчиком-наблюдателем 40-го авиационного отряда. В этом отряде Жахапек очень быстро делает карьеру. Уже в 1936 году ему присваивается звание лейтенант, и он назначается помощником начальника штаба 40-го авиационного отряда. Такое продвижение по службе объяснялось такими качествами Жахапека, как дисциплинированность, принципиальность, человеческое отношение к сослуживцам. Однако вскоре Жахапек принимает решение отказаться от командно-штабной должности, и в июне 1937 года талантливый летчик назначается флагштурманом звена истребителей. Для тех, кто не знает, скажу, что флагштурман – это специалист, который контролирует курс самолета. В декабре 1937 года Жахапек Малдебаев поступает на штурманское отделение легендарной военно-воздушной академии имени Жуковского. Таким образом, он стал первым казахом, который поступил в эту академию. О том, каким слушателем академии был Жахапек Малдебаев, можно судить хотя бы по следующему факту. Когда в 1938 году принимается решение направить в Испанию лучших учеников академии Жуковского, одним из этих летчиков стал именно Жахапек. Вот так талантливый казахский летчик-истребитель попадает на фронт боевых действий в небе Испании, где ему довелось сражаться против лучших летчиков Германии и Италии. И в этих воздушных боях Жахапек заслуживает славу одного из лучших советских истребителей. Сбив около десятка вражеских самолетов, сам Жахапек ни разу не был сбит. Когда республиканцы в Испании все же потерпели поражение, советским летчикам была дана команда вернуться на родину. За три года сражения в Испанском небе погибло 99 летчиков. Остальные выжили и постепенно стали возвращаться назад на родину на своих самолетах. Среди тех, кто выжил, был и Жахапек Малдебаев, который в 1939 году взял курс назад в Советский Союз. Но оказалось, что вернуться ему было не суждено. Подлетая к Ташкенту, самолет Жахапека неожиданно терпит крушение и падает. Сам летчик погибает. Вот так, совершенно нелепо, пройдя многочисленные испытания, выжив в воздушных сражениях с лучшими немецкими летчиками, пролетев тысячи километров от Испании до Ташкента, Жахапек Малдебаев погиб. Было ему всего лишь 31 год. Похоронили казахского батыра на городском кладбище Ташкента. Вот так закончилась судьба казахского аса-истребителя Жахапека Малдебаева. Кто знает, если бы он выжил, то впоследствии, конечно же, принял бы самое активное участие в войне против фашистской Германии и, возможно, стал бы героем. Мы можем об этом смело так говорить, потому что многие сослуживцы Жахапека, с которыми он сражался в Испании, действительно стали прославленными советскими генералами, маршалами и героями Советского Союза. И, конечно же, очень жаль, что среди них не было нашего батыра Жахапека Малдебаева. И это тоже наша история, которую мы должны знать, а такими батырами, как Жахапек Малдебаев, мы должны только гордиться.